Привет, ребята! Новый день, новый влог, и мы, вы знаете, как с вами начнём с хот-дог? Новый день, новый влог, хот-дог. Помните, в каком-то из влогов я снимала в торговом центре и говорила, что там очень вкусные хот-доги продают, и мы со Славой любим после торгового центра, после шоппинга, там, пошли на дайте пойти взять по хот-догу. Так вот, у нас они ещё и рядом с домом есть, и бывает иногда, что кушаем. В одно время я прям вообще по этим хот-догам сходила с ума, но сейчас успокоилась, и прям очень редко их ем. В принципе, как и фастфуд, кстати, довольно-таки редко тоже получается, что ела, но последние 3-4 дня было такое, что заезжали, прям ели фастфуд. Такой вот у меня хот-дог, я заказываю сюда, Бэйчти. Слава сейчас ходил, принёс этот, просто сосиска и кетчуп, и хлеб, без всего. Так что буду сейчас кушать хот-дог, а потом я пойду вам делать супер какие-то нереальные крутые распаковки, всяких штук, на которые мы потратили недавно денег. Тут у меня тоже, кстати, классная распаковка намечается, которую я хочу тоже сделать. Мы купили целый большой набор классных кастрюль, там, по-моему, даже сковородка есть, вот, за 14 тысяч. У нас просто все кастрюли, кирдик им. Что буду кушать? Ещё у меня вышел новый влог, сейчас открыла, вот. Ну, для вас он уже давно вышел, а у нас только что. Так что буду сидеть, читать комментарии, попью чайок. Не знаю, заметили вы или нет, но в последнее время у меня больше фокус на себя. Я стараюсь не распыляться на какую-то бытовуху, не тратить время, например, на походы по магазинам за продуктами. Ну, и всё это, конечно, отнимает огромное количество времени. Я вспоминаю, сколько раньше у нас уходило времени на то, чтобы заехать в магазин за продуктами, там походить, повыбирать, на кассе постоять в очереди, потом до дома доехать, сумками подняться, всё разложить. Ну, в общем, просто посчитайте вот сами, сколько уходит времени на вот такой вот один поход в магазин. Особенно если много чего реально надо, ну, в общем, закачаться можно. И, конечно же, уже в 21 веке, мне кажется, таким заниматься, ну, просто жалко своё время. Мы вот решили перейти на доставку продуктов с сервисом Уфпрок и вообще очень довольны. Сами посмотрите, сколько продуктов мы заказали. Я просто от этого кайфую, потому что мы приезжаем домой, а нас уже ждут вкусняшки. Не надо вот это вот тратить время на всякие поездки в магазины. Срок годности Уфпрок всегда исправный, всё всегда свежее, очень классно упаковано. Посмотрите, вот, например, я заказала вырезку говяжью. Смотрите, как упаковано. Мы закупились масштабно, как я вам уже сказала, у нас говяжья вырезка. Буду мясо тушить, любимое, наши любимые стейки, семги. Сейчас вам всё продемонстрируем. Виноградик. Заказала вермишельку, суп давно, кстати, не делала, для супчика пойдёт. Я фанат хот-догов, но обычных просто с сосиской с кетчупом, мне очень нравятся булочки. И нашла вот такие классные булочки, тоже заказала. Будем делать в домашних условиях. Кстати, нашла вот такую классную приправу для рыбы. Огурчики. Помидорчики. Мне кажется, я немножко переборщила с помидорчиками. Голубейка. В общем, овощи, фрукты, всё вот такое вот любименькое. Смотрите, какие груши. Просто вкуснейшие. Черешни заказала. Сегодня у нас будет просто супер пир. Заказала лаваш, завтрак хрустящий с молочком. Ещё взяла попробовать вот такую специю тоже. Приправу для рыбы. Попробуем. Честно, я за всю беременность, наверное, один раз ела на шерак. И сейчас ты даже вот просто беременный мозг, он так устроен, что ты что-то видишь. Ты думаешь, ааа, так хочу. Но потом ты это, ну, когда уже получаешь, думаешь, да не, наверное, пока я не хочу. Может, попозже поем. Ну, короче, на всякий случай заказала даже на шераке яйца. Просто один из самых любимых видов завтрака у меня сейчас. Это омлет с колбаской варёной. Ну, докторской вообще очень вкусно. Кстати, также у ребят есть готовые блюда. Например, можно сырники заказать себе на завтрак. И ещё можно не переживать за доставку. Как я уже сказала, она очень аккуратная. Они соблюдают нормы температурного режима. И по поводу упаковки тоже можно не беспокоиться, потому что всё приходит в специальном запаянном боксе. Всем рекомендую попробовать воспользоваться доставкой. Если вдруг вы ещё не слышали, не пробовали, обязательно попробуйте. Точно не пожалеете. И специально для моих подписчиков будет действовать промокод на доставку через впрок. Тем более, что начался дачный сезон, а у впрок доставка за город стала намного доступнее и проще. Так что теперь свежее мясо, рыбу, яйца, молоко, овощи, фрукты, черешню. В общем, что угодно можно заказать прямо за город. Все подробности я оставила в описании к этому видео. Так, ребят, ну наконец-то наши руки дошли до этой кроватки Чико. Потом нашей дочурке буду показывать, сколько папенька собирал для неё. Классный матрасик туда идёт в комплект к этой кроватке. Ну правильно, чего? Она же, наверное, не такая, типа не универсальная. Нам ещё нужно с ней научиться обращаться. Ну, прикольный цвет такой, серо-белый. Любила вообще всё из таких раскладов. Она столько новых мебелей в один период вообще никогда не видела. У нас и шкаф появился, и тут сколько всего, да, ВИПС? И на даче папа что-то собирал. Всё, что-то собираю. К чему-то готовиться не могу поедать к чему. Зачем столько нам лишнего? Вот эти кроваточки мне, кстати, многие советовали. Что они прям то, что нужно, как раз очень удобно. Да-да. Я как-то родственница, которая помогает. Видела прикол. Варился там. Ну, не знаю, сейчас если найду, вам вставлю. Такой ржак вообще. Ух ты, нифига. Так и без зубов можно остаться. Ещё классно она по высоте регулируется. Ну, понятно, под кровать будем свою регулировать. Можем её уже поставить, и Вива там будет спать. У нас Вива этот каскадёр в ляхом ухо. Да? Тестер. Да. Тестер. Она у нас всё проверяет. Ты где? Мышка моя. И беременную подушку она мамину проверяет. Бабочка, очень мягко. Очень мягко, мамочка. Можешь спать на этой подушке. Да, мой сладкий каскадёр? Каскадёр какой? Ой-ой-ой. Про тебя говорим, да? Про тебя говорим. Зайчушка. Пошли смотреть, что папа делает. Видите, как ей любопытно всё. Пойдём. Может, она думает, что мы гуляем. Ну да, конечно, такая кроватка намного легче собирается. Да, Зай? Чем те, которые что-то вкручивать, винчивать. Инструкция. Берёте свою женщину, делайте ей ребёнка. Всё, ребята, кроватка собрана. Очень легко собирается. Можете даже видео на Ютьюбе найти. Ну-ка, двигай. Ой, а что она так до конца не двигается? Ну вот эта, наверное, укорачивается? Да. Покажи. Ух ты. Что-то она не хочет останавливаться там. Нам надо только разобраться, как её придвинуть полностью к кровати. Понятное дело, что её нужно будет обязательно скрепить специальной штукой. Как это называется, Зай? Специальным ремнём, короче. Вот, но мы что-то пока не можем разобраться с вот этими колёсами. Они сгибаются внутрь, то есть, короче, тут просто есть пространство, вот столько, от кровати до нашей кровати. И мы не можем понять, неужели там нету возможности. Ну, вообще-то на картинке нарисовано, что вот так вот она сжимается, но не закрепляется. Тут нарисовано, что эти штуки уже, они близко, они уже закрыты. Иди, Тести. Биг, Тести. Цепануть её вот сюда только, если, под матрасом. На, под матрасом. Матрас поднимаешь и прийти. И там, если что. Ну, как тебе, Виф? Всё. Всё, мотка хотела. Какой вот у меня младенчик тут. У тебя в младенчестве Виф такого не было, сейчас хоть побудет. Ну, чего, ты будешь вот так вот с мамой кататься? Будешь? Мама тебя вот так будет возить с собой, да? Будешь тут с малышкой лежать? Вичка даже не нервничает. Видите, какая она каскадёрша у нас. Пронюхай всё, скажи, безопасная эта обстановка для ребёнка. Ну да, короче, суть в том, что вот эти штуки хочется прижать, а они как бы прижим... Ну, короче, как сказать. Она, видите, прижимается, если на неё нажать, но она так не фиксируется, поэтому обязательно, если вы хотите её сделать как бы в приставной кровати, обязательно нужно использовать в любом случае ремни. Ну что, Вивочка? Какой тут у нас ещё обзор? Вот так вот высвобождается. Вот. Не, ну, а чего? Эта же кроватка на сколько, господи? На полгода максимум, мне кажется. Она и маленькая, и потом уже малышок начинает становиться более активным. Да, Вивс? Давай я прижму, а ты попробуешь перепрыгнуть через эту пропасть. Ой, сможешь? Вот когда так будет, будет супер. Иди, Вив, иди. Иди. Вот молодец. Вот так. Ну что, классно? Повеселилась? Повеселилась? Видите, как ей весело? Она у нас каскадёрша. Вот так подняли. Ну всё понятно, что классно она здесь будет стоять. Когда она прижимается, тут ещё больше свободного места. И, может быть, мы, ну, скорее всего, мы ещё кровать подвинем туда чуть-чуть, чтобы тут ещё было больше места. А так, по сути, я, наверное, могу даже тумбочку свою не убирать. Потому что у меня тут как раз обычно подушки лежат. И считай, вот так вот я рядом буду. Ну, хотя, не знаю, посмотрим. Посмотрим, как будет. Классно. Для вот такой вот прикроватной кроватки, да, что вот маленькое что-то. И такое с дырочками просвечивается. И то, что качается. Ну, вполне себе очень удобный вариант. Новая штукенция. Новый девайс для нашей дочки. О, колыбельную можно включить. И подсветочка меняется. Типс, смотри, а. Да круто. У неё прям этот самый будет. Дискотека. Такая вот колыбелька. Вот эти штуки тоже двигаются, да? Да, тоже ёмко. Их можно выше, ниже. Подожди, а где голова? Классная штука. Ещё прикольные мелодии, такие не тупые. Ну да. Гитарка. Фортепиано концерт можно включить. Симфония. Не, не, прикольная штука. А здесь можно делать тише, громче. Хоп, потише. Ну да. Хоп, выключил. Хоп. Повыше. Вот так. Что-то я опять забыла, где у нас голова. Хоп. Ровно. Ну вот ровно, например. Отлично. Для сна. Мне всё-таки кажется, что здесь голова, да? Нет, мне кажется, здесь. Представь, что ребёнок сидит. Вот здесь голова, тут его руки, тут его тело, а тут две ноги. Всё-таки как будто так логичней. Скорее всего. Ну, в любом случае... Ладно, это не важно. Тут самое интересное не это. Самое интересное... Вот это. Универсальная такая вещица. И это уже кресло. Да. Да, ну вот голова здесь. Всё верно, точно. Вот тебе и сидит ребёнок. Нет, классная штукенция. Хоп. Можно такой пол лёжа. Хоп, лёжа. Плюс, например, чик. Вот он, сиденье. И он опустился. Да, то есть, по сути, вот такое вот люлька-кресло, там вообще сколько? Четыре в одном, пять в одном, четыре в одном. Его можно вообще тоже надолго. То есть, тоже такая классная универсальная вещь. То есть, ребёнку уже... Причём можно регулировать вообще относительно любой высоты. Ну да. Типа здесь не фиксированные щелчки, а типа хочешь чуть выше поднял, хочешь чуть ниже опустил. Типа, ну, удобно. И штуку с игрушками можно снять, при желании, легко. И очень высоко можно сделать. И эту штуку можно снять. Ну да. Ну, короче, огонь. Да, классная штука, реально. Видали, какая универсальная вещичка? Мне нравится. Да. Мне тоже нравится. Стильно выглядит так, по-современному. Я славаю, мне кажется, то, что упрещается в сто процентов такие. Она как этот. Когда она в кроватке особенно, она как... Ой, как удобно вообще. Она выглядит как какая-то капсула. Прикольно. Мне реально классная штука. Мне нравится. Ну, прикольно. Еще игрушечки вот такие в комплект идут. Они бы могли с игрушками что-то разнообразнее сделать. Вот здесь прикольно зеркальце, а тут просто две обычные штучки разнообразные. А что ребенку маленькому? Могли бы что-нибудь звенящие, не знаю, что-нибудь для ручек. Шуршащие. Так они любят такое. Вот, видишь, там разные дополнители. Тут зеркальце. Нет, зато мне нравится то, что они минималистичные. На самом деле, при желании, можно и свои сюда воткнуть. Да, любые можно повесить. Вот даже за это зацепить. Поэтому даже лучше, что они без всяких там... Фух. Ну, круто. Молодец. Вот это у нас пупса заряженная, конечно. Она еще не родилась, а уже вся в гаджетах. Ну, мне кажется, это очень удобный гаджет. Вот эту штуку вообще за собой по квартире очень удобно возить будет. Я думаю, что даже удобнее, чем ту прикроватную кроватку. Хотя она тоже классная. Ну, у нас, видите, сколько тут всего. Ну, все, мы на кроватках остановились. Нам больше не надо. Я знаю, что кто-то сейчас подумает, что я вообще крэйзи. Психанутая. Ну, не так хочется уже за ней, как милочка здесь сидеть. Ей нравится. Будешь с мамой сидеть тут? Просто, по-моему, ей нравится. Ничего не понимаю. Ну, что, ты будешь тут сидеть? Как же это удобно. Я уже представляю, что здесь у меня малыш. А я сижу за компьютером, и малыш рядом. И я ему... И дальше своими делами занимаюсь компьютерными. Да? Мы с Евгеной готовы сделать для вас обзор. Все, что еще у нас есть от бренда Чика. Помимо вот этой обалденной люлички. Ты мой сладкий. Да? Агу. Агу. Я тебя люблю, Лив. Чтобы так весело. И в шоке. Просто у Лива такого в детстве не было. Поэтому ей сейчас хочется, да? Двигайся ближе к маме. Ай, ты мой хорошенький. Ай, ты мой хорошенький. Она лежит, отдыхает. Да, ей нравится. Ой, люли, люли, люли. Да? Хочешь, тебе музыку детскую включить? Ой, как... Я тебя обожаю. Я тебя обожаю. Я тебя обожаю. Да? Да что ты мой сладкий? Ей нравится. Да, ей нравится. Верь, тут музыка есть. Как тебе? Нужно потише. Не нравится? Я маму выключила. Выключила маму эту песню. Верю, эта песня мне нравится. Короче, начнем. От бренда Чика, значит. У нас есть вот такая штучка. Это пятновыводитель. Показываем вам с вивочкой. Конечно же, мы еще не пробовали. Но я точно знаю, что средства разные, вот эти вот для чистки, да, для мытья, они очень у Чика, ну, достаточно такие популярные и пользуются спросом у мамочек. Ну, напишите в комментариях, как вам. Я еще не пользовалась, конечно же. Но в какой бы магазин не зашла в детский, там обязательно есть также вот такие все штучки. Кондиционер для бельян тоже от Чика. Интересно, на сколько стирок хватает. Что мы кое-что купили? 4-5 килограмм. 6-7 килограмм. А, ну, тут написано, сколько наливать, если... Вот у нас, например, 6-7 килограмм стиральная машинка и надо 50 миллилитров залить вот этой жиже кондиционера. Ну, это если вся машинка заполнена, я так понимаю. Так что будем обязательно, конечно, пробовать еще потом, уже когда все постираю, может быть, уже даже малышка родится, не знаю. Дам тоже свои какие-то советы, то, чем мы пользуемся, то, что нам нравится. Так что сейчас, ну, по сути, просто смотрим то, что у нас есть, то, чем мы планируем пользоваться, тестировать. Пена, шампунь без слез. Я, кстати, знаю, что как раз-таки вот эти вот пены, шампуни, это намного лучше, чем какие-то там жиже. Вот, вот это тоже потом протестим. Так что вот такой. Мягко очищает нежную кожу и волосы. Налейте небольшое количество на ладони, увлажните, нанесите слегка массируя, затем ополосните, храните в местах, недоступных для детей. Это у нас, собственно говоря, лосьон для тела. Все это такие полезности, которые тоже нам еще предстоит испробовать, испытать. Получается, из моющих средств это все. Ладно, давайте дальше пойдем. Вообще, я хотела бы все это раскрывать. Эти коробки, они мне просто мешают. Опять придется какие-то здесь мне делать эти, думать, что куда поставить, контейнеры занимать. Вот такая вот игрушка, она, правда, с 3 до 36 месяцев идет. Ну, то есть, нам она сразу, наверное, не пригодится. Ну, блин, 3 месяца, я думаю, пролетят как, блин, один день. Такая вот просто классная игрушечка, развивашечка. Что тут есть? Разные рисуночки. Мягкий мячик. Ну, это просто классный мягкий мячик. Его можно стирать. Кстати говоря, нарисовано, что можно стирать. Он с какой-то трясогусочкой. Теорик, тоже хочешь мячик? Че? Музыки там нет. Ты не будешь такой играть. Все, ты хочешь уйти? Тебе мама надоела? Мама надоела тебе? Тебе он зачем? Тебе зачем? Иди ко мне. Иди, я тебя вытащу. Иди. Ты же так хорошо лежишь. Посмотрите, как хорошо лежишь. Зачем выходить? Что это у нас, Ива? Что это у нас? Это какая-то интересность. Ситечка для кормления. Шесть месяцев плюс. Не знаю, нужно ли открывать, если такая шесть месяцев. Как ты думаешь? Нам это только через семь с половиной месяцев придется. Не, ну может раньше, может позже. Вот такая штукенция. Так, положите фрукты и овощи в ситечко и закрутите. Перед первым используемым простерилизуйте. Чистите изделие сразу после каждого использования. Допускается ручное мытье средством для мытья посуды. Ополосните изделие проточной водой после мытья и высушите. Используйте под наблюдением взрослых. Очень интересно, конечно, как это работает. То есть, получается, фрукты какие-то должны быть в сеточке, что ли? Что-то в сеточке. Такое я еще не видела. Я видела в сосочках такие штучки. Довольно-таки любопытно. Но вот такое я еще не видала. Ну все, иди, я тебя вытащу. Вся издышалась уже. Отличная люля. Ой, люли, люли, люли. Так, то, что мы уже посмотрели, будем сюда класть. Я это потом разберу, чтобы оно мне не мешало. Классная вот эта люлька. Она мне очень нравится. Прям ее вообще удобно. Хотя, с другой стороны, у меня же здесь не играть. Зачем мне столько всего? Но это удобно с собой, блин, около, не знаю, на кухне что-то готовишь, притащи. Не, вообще классная штука, мне нравится. Так, смотрим дальше. У нас есть вот такой вот мишка. У меня садится камера. Сейчас я поменяю аккумулятор и потом раскрою эту мишку. Вот такой вот мишка классный. Он у нас вообще весь какой-то супер классный музыкальный. Что-то там светится. Проекцию какую-то делает. В общем, будем тестировать. Мы еще закупились разными батарейками. Надеюсь, нам их хватит на все наши приспособления. Потому что для детей, конечно, столько всего нужно с батарейками. Я уже и отвыкла от этого дела. Ну что ж, продолжаем. Я еще взяла ножницы. Хочу открыть. Может быть, это плохая затея и в коробке оно лучше стоит. Но мне просто хочется поизбавляться от всех коробок. Я придумаю, куда это все убрать. Если что было, чтобы это, так сказать, не пылилось. Да и просто мне тоже надо знать, что у нас есть. Понять вообще, что нам надо, что не надо. Такой тяжеленький, прикольный медвежонок. Более сейчас Слава приедет домой. Когда? И он пойдет выкинет коробки все, которые у нас дома накопились. Как раз в коробке от этой люлечки, от кроватки. Так, вот такой медведь. Сразу хочу вот это отрезать. Так, его можно стирать 30 градусов. Или лучше не отрезать. Да ладно, отрежу. В интернете еще посмотрю. Так, открываем попку. Тут у нас механизм какой-то. Ага. Хорошенький. Вообще чудо. Так, здесь точно для этих. Мне нужна отвертка. Раскрутили. А здесь нас ждет отверстие для трех пальчиковых. Надеюсь. Или мизинчиковых. Зря открывала. У меня АА, а нужно ААА. Теперь дома нужно всегда иметь кучу разных батареек разного типа. Потому что все игрушки детские, вот эти прибамбасы, они все с батарейками. Ну, закручиваем обратно. Ну да, получается, можно просто достать этот механизм, эту кругляшку. Потому что она, по сути, просто внутри. Могу я ее достать? Ну да. Получается, я спокойно могу достать эту внутренность. Постирать мешутку. Что мы, конечно же, и сделаем. Уж стерилизовать, конечно, не будем. Хотя мы тут в магазине были и видели стерилизатор. Типа игрушки стерилизует. Ну, выглядит чудно. Очень милый мишка. Я смотрела на сайте. Есть ночной свет, свет релакс, световая атмосфера. Есть свет и музыка, только свет. Можно полностью выключить. Можно просто оставить его мишкой, типа, без всяких там. Стирать можно. Ну, короче, прям обалденная. Такая игрушечка. Не знаю, кстати, есть других цветов. Интересно. Ну, вообще, тут нарисован он как будто более бежевый, а у нас он как будто более белый. Baby Bear называется. Ой, я уже внутрь закинула мусор. Вот так покажу вам. Такой вот милый мешок. Мне очень нравится. По-моему, чудный. Учитывая, что из этих звездочек еще и свет какой-то будет идти, то есть он, по сути, отличный ночник. Мне кажется, его даже можно в кроватку где-то поставить. В общем, поскольку у нас теперь есть шкаф детский, я еще сделаю, наверное, какой-то отсек. У нас же много тут разных этих полочек. Я думаю, все, одежды мы уж не заполним. И я сделаю какой-то отсек для игрушек. Ну, даже не то, что игрушек, а вот такие всякие прибамбасы. Следующий у нас тоже 6-18 месяцев. Я хочу все это избавить от коробок. Мне кажется, это логичным. И просто потом в каком-то месте это все будет ждать ребенка. И по мере взросления малыша мы будем что-то доставать. Прицепил ребенку на столик, там, где стульчик для кормления, что-то такое. Приклеил. Он сидит себе, ты ему в рот что-нибудь... Ну, понятно, с 6 месяцев это как раз всякие прикормы уже. И он сидит, у него вот как вот это прикручено на липучке. Ой, приклеилась. Сама в такую залипнуть могу. Вот. На самом деле у них большой выбор всяких классных игрушек, развивашек, средств для мытья, стирки, купать малыша, гигиена. Все-все-все вообще есть. Так что можете спокойно вообще заходить. Они есть, мне кажется, на всех маркетплейсах вообще. Так, тут у нас такая интересность. Кто это за медведь? Это уже с нуля. Это уже можем при рождении сразу. Такое полотенчик и игрушка. Интересная какая штучка. Мягкий плед. Мягкий плед. Ну, это, наверное, так можно прикрыть малышку. И при этом ее как бы накрывает вот такая милая лисичка. Зато посмотрите, как хорошо. Игрушки яркие. Они так, как у нас вся одежда. Такая однотонная. Так. Ну, это вот такая вот игрунька. Игрунька-пледик. Не знаю, как в это играть. Но, наверное, малыш просто лежит с ней. Вот так вот. Мне, конечно, кажется, что это слишком маленькая вещь для пледа. Но, может, малышу будет интересно и любопытно. Что тут? Стирка 30 градусов. Сразу эти флюшки отрезаю. Столько всего для детей, конечно, закачаться можно. Следующая у нас вот такая игрушечка. Куда мы ее можем? В автокресло. В кроватку. Ну, не в кроватку. Наверное, даже вот сюда можно прицепить. А чего? Да. Давайте сейчас прям и протестим. С вот такой удобной. Мне кажется, куда хочешь, вообще ее прицепить можно. Ну, здесь она скатываться будет. Только если в бок вот так. Мне кажется, толку. А сюда нехорошо уже. Как вариант игрушечки. Отличный вариант, кстати, на подарок, мне кажется. Ну, кстати, на этот. На гендер-пати подруга моя дарила тоже классную штучку. Такую для детишек. С игрушками. Юсюльку. Так, идем дальше. Ну, это понятно. Это просто игрушечка, которую можно повесить. Она тоже от нуля, ну, от рождения. Когда Слава сегодня вот эту штуку собирал, и этот, кроватку. Мы даже не стали инструкцию смотреть, потому что в интернете просто вводишь название люльки, кроватки, и тебе прям пошагово показывают, элементарно, Варцина, как это все собрать, вообще не ломая голову. Ну, там и не надо ломать голову, ну, просто даже, знаете, вот это не смотреть в инструкцию, что-то там как туда-сюда. Просто сразу на видео смотришь, это всегда удобней. И время не тратишь. Так, у нас еще вот такой есть мишка. Он тоже, по-моему, ночник. Игрушка-проектор «Радужный мишка голубой». Так написано, хотя у нас розовенький. Так, статичная проекция эффекта радуги с классическими мелодиями, проекция эффекта радуги в движении с мелодиями «Нью Эйдж». Какие тут, интересно, батарейки. Вдруг повезет. Так хочется протестить. Это так странно. Вот эти все вещи с батарейками, они прям в детстве какой-то тебя вгоняют. Потому что я уже не помню, когда у меня в последний раз что-то было с батареейками. Ну, понятно, у меня-то что-то с батарейками. Ну, просто к тому, что все вот эти истории, игрушки с батарейками, все эти штуки-дрюки, это чисто такое прям детство. Так, понять бы, в какую сторону закручивала. Ну, сейчас протестируем. Что тут мама собрала? О! А! Вот и проекция радуги. На потолке. Ну, понятно. Сейчас вам скажу. Такая вот проекция радуги на потолок. Ну, еще смотря, куда его поставить, можно вот так, жопкой к ребенку, если что. Музыку можно выключить, и просто будет радуга. Ой, какая чудность. Можно еще более мило сделать эту комнату вообще? Получается, надо открыть попку? Ну, да, как-то вот так вот. Ну, классный мишка. Вот этот сами видели. Очень мило. Не могу сказать, наверное, что, конечно, без этого прям не проживешь. Ну, по-моему, очень мимимишная штучка. И если вам позволяют там средства, желания, у нас это первый ребенок, долгожданный, и для нас, ну, вы видите, все. Мне хочется все. Это нормально. Так, мне кажется, любая мамочка, особенно, которая ждет там первого малыша, это уже потом, наверное, ты понимаешь, что что там пригодится, что не пригодится со вторым ребенком. Хотя, не знаю, мне всегда хочется, чтобы у ребенка было все-все-все. Даже если, может быть, наша дочь что-то там... Ну, хотя нет, что непонятного? Радуга она в африке радуги. Красиво же. Пусть ребенок с детства смотрит на красивую радугу. Следующее, что у нас есть от бренда Chica. Я считаю, что очень полезная штука. И я думаю, обязательно будем ей, конечно, пользоваться. Она такая три в одном. Здесь есть разные положения. Можно ребеночка носить, ну, понятно, лицом к себе. Так, так. Разный возраст. То есть, тут есть для нуля от рождения. Больше как такая, знаете, сумка на пояс. Но она идет не как сумка, а как такая подушка на пояс. Вот здесь вот можно посмотреть. То есть, получается вот так. Вариантов здесь много довольно-таки. Вот уже посмотрите. Такие варианты, как носить малыша. Вот. У нас она в каком вообще цвете? Серый, бежевый? Не знаю. А, у нас бежевый, светлый, бежевенький такой должен быть. Так что сейчас тоже раскроем, посмотрим. Коробку нафиг выкинем. Так, вот вариант сумки. Именно на пояс, чтобы ребенка как бы облокотить. Облокотить, когда он только вот маленький-маленький. Вот такая, видите, как подставочка такая, чтобы маме было легче носить. Ну, понятно, что я этим буду еще разбираться, интересоваться. Тут есть еще такая сумочка небольшая. Очень удобный пояс, кстати. Никуда тебе. Так. Интересно. Надо на славу нацепить. Здесь даже, смотрите, голову прикрыть. То есть, ребенка, например, к себе головкой положил. И чтобы ему там не напекло. Не знаю, смотри, какая погода. Либо там, может, от ветра. Ну, от ветра уж, наверное, нет. Но вот так вот можно еще накрыть. Там на рисунке было. Вот так вот идешь. И малыша накрыл. А можно раскрыть. Протестируем. На меня, конечно, сейчас мало все налезло. Ну, вот слава приедет, на нем и протестируем. Это, получается, внутренности. Это у нас тоже должно быть как бы по-другому. То есть, это у нас к животу нашему будет привлекать. Тут есть вот такое вот прям мини-сиденице для попки малыша. Вот так вот. То есть, вы его сажаете. Сюда ножки. Вот. Ну, и все. И он сюда. Ну, либо сюда ножки. Да, смотря какой стороной вы его несете. И получается вот такая вот у нас интересная штука. Все. Тут ослабляются ремешки. Я всегда хотела вот так вот носить ребенка. Особенно я еще смотрю курсы по родам. Ну, даже не по родам, по беременности. А уже для ребенка, когда родился. И там говорят, что очень хорошо, когда именно отец такие вещи носит. Ну, с ребенком, понятное дело. Не без ребенка же. Блин, тут все надо ослаблять. Но у меня такое все мало. Ну, понятно. Но, наверное, зажато на какой-то максимум. Вот. А почему хорошо, что папочка носил? Потому что, ну, типа мамочка и так животики носит. И что очень важен этот контакт телесный с отцом. Не знаю, правда нет. Говорят, что типа у отцов нет вот такой вот безусловной любви, как там у мамы обычно к ребенку безусловная любовь. Ну, вот так вот на курсах говорят. А отцу типа надо, чтобы что-то там с ребенком он возился, игрался, чтобы у него была вот эта вот любовь. Не знаю, правда нет. Ну, типа вот такие все гаджеты, приспособления на папочку нацепил, ребенка засунул, и им хорошо. Он ходит с малышкой, постоянно гладит, обнимает, целует. Не знаю, конечно, все мужчины разные. Кто-то сразу своих детей там любит без ума. Кому-то нужно время, чтобы осознать и понять вообще, что это, не знаю, его целый мир, можно так сказать, да, ребенок. В общем, все это индивидуально. А, вот эту штуку вообще можно снять. Видите, она тут на кнопках, ее вообще можно снять. И просто ребеночек будет вот здесь сидеть, и все. Ну, прикольно, классная штукенция. Я думаю, здесь вообще ничего сложного, только мне надо разобраться, понять вот с этим поясом. Потому что мне показалось, что я как будто в него нырять должна. Ну, вот так вот, видите, как это изнутри выглядит. Ну, класс. Так, это не застегнется. Понятное дело, у меня рожать через меден. Короче, вот так вот у меня будет только ниже, когда я рожу, у меня здесь будет уже не живот с ребенком, а просто живот, а ребенок уже у меня будет, вот так я его буду нести. И вот здесь можно будет немножко облокачивать, чтобы мне было легче. В принципе, удобная вещица даже, наверное, для кормления может быть. Хотя не знаю, немало ли ее. То есть она, понятно, крутится. Сейчас я отъеду. Я знаю, есть специальные подушки для кормления. Но, честно, я не хочу ее заказывать, потому что я не один раз видела, что подушки для кормления в итоге абсолютно ненужная фигня и проще свои какие-то подушки домашние там подложить. Это намного удобней. Я не знаю. Я думаю, что уж подушку для кормления купить... Купим потом. Ну, как это, в принципе, и многое из того, что у нас есть. Можно было бы приобрести потом уже. Но уж что есть, то есть. Я такая у вас девка смешная. Но почему-то к подушке для кормления я отношусь скептически, если честно. Мне почему-то кажется, что она может оказаться мне абсолютно ненужной. Я думаю, что мне лучше посмотреть, когда уже родится малышка, я буду ее кормить, и тогда я буду понимать. Вот, мне бы сейчас сюда какой-нибудь гаджет для кормления было бы удобно. И вот в таком случае тогда можно будет подумать, ее заказать не проблема. Тут еще какие-то крепления. Может, они соединяются? Слушай, как-то. В общем, тут есть еще такой пакетик для лакомства. Знаете, такая классная штука даже для собачки. Блин, я все эти гаджеты буду использовать постоянно. Вива, иди тестировать. Каскадер, иди сюда. И пощоль, и пощоль. Ну-ка. Придерживаешь рукой, а жопом сам сидит на подставке. Я в шоке. Сделаем небольшую паузу. Подписчица кидает фотографии, какие у нее были ноги отекшие. Ну, я думаю, что она беременная, наверное, тоже была. Но это не то, что она родила, а ей назначили какие-то таблетки. Вот она пишет, ей помог фитофрон от отеков. Просто я решила не пить больше свои таблетки, потому что, мне кажется, они вообще мне не помогают. Так, ну это, по-моему, у нас стерилизатор. Я его заказала, потому что в любом случае мы будем пользоваться какими-то баночками, ну, как бы этими бутылочками. Даже если я буду кормить грудью, это стерилизатор и подогреватель для бутылочек. Вот. Очень удобная вещь, я считаю, и должна быть, скажем так, в хозяйстве. Понятное дело, что в идеальных представлениях постоянно кормить только грудью, но разные ситуации бывают. Вдруг мне придется уехать, я сцежу молоко. Ну, понятно, это не первые месяцы, наверное, и надо, чтобы все там устаканилось в грудях моих молочных, как следует, чтобы все вырабатывалось как надо, сколько надо, но вдруг мне надо уехать. Я оставлю молоко, там, ребенку, да, в холодильник, там, не знаю, в холодильник, заморозку. Его же надо как-то потом погреть, малышу бутылочку налить, стерилизовать. Поэтому я считаю, что все равно это вещь, которая должна быть дома. Вот. Можно, конечно, стерилизовать, наверное, как-то по старинке. Что-то там, не знаю, как кипятить, не кипятить. Ну, мне кажется, сейчас уже столько разных приспособлений, тем более, если позволяет возможность, есть желание, то, ну, мне кажется, нормальная тема приобрести. Уж прям... Тут написаны стандарты какие-то, таблицы с нагреваниями, как чего включать. Ну, то есть, полезная книжка, ее мы выкидывать не будем. Там просто на разных языках есть, что тоже, кстати, удобно. Ну, сейчас мне зачем это изучать, скажем так, да? И вообще, я люблю такие вещи мужу давать на изучение. Пусть он... Я не люблю в гаджетах разбираться. Ну, в смысле, мне приходится в них разбираться в какой-то степени, но я люблю, когда муж разобрался, а потом мне рассказал. Вот. Я еще в детстве так любила, что бабушка историю, параграф почитала, а потом мне рассказала. Очень удобно. Так лучше запоминается. Вот я так запоминаю. Мне надо, чтобы кто-то почитал и мне рассказал. Короче, тут есть провод, понятно, идет в комплекте. Мы его сейчас свернем, положим внутрь. Включать ничего не будем. И просто у нас это все дело будет ждать своего момента. Еще раз хочу повторить то, что для моих подписчиков у меня есть промокод PUSHMAN10. Вы видите его на экране. Он дает скидку 10% на маркетплейсе Ozone, Яндекс.Маркет до конца июня. Также 10% скидка на товары из официального магазина Chica. И скидка суммируется со скидками, которые уже есть на маркетплейсах. Так что обязательно воспользуйтесь. Из того, что у нас есть, я могу порекомендовать все. Потому что мне все понравилось. Наверное, больше всего из того, что мы сегодня раскрыли, открыли, меня очень впечатлила вот эта люлька. Мне кажется, это безумно удобно. Вот эта люлька, которая становится сиденьем, ну, креслом сиденьем, то, что мы вам показывали, где яичка сидела в начале нашей вот этой распаковки, я, честно, без ума от нее. Мне она очень прям прикольнула. Я уже даже представляю. То есть, вот такой вариант возить по квартире. Кроватка Chica тоже классная. Она легкая, ее тоже удобно возить. Но все равно, она более широкая. То есть, ее хочется привязать к нашей кровати и оставить. А вот эту люльку прям офигенно с собой возить. На кухню, в гостиную. Даже если, ну, не знаю, просто ребенок уже там уснул, подвинул сюда. Там, вот я представляю, монтирует что-то, не знаю. Пошла там, не знаю, в душ, подвинула к Славе в кабинет, где он сидит. И рядом с ним ребенок. Ну, то есть, как по мне, так вот эта люлька, я ее просто уже обожаю. С музыкой, с подсветкой. Тут есть, поняли, тут есть музыкальные эти, плейлисты дневные и ночные. Проходимость у нее получше, конечно, будет, чем у кроватки. Она более легкая, при этом, ну, хорошо стоит, ее можно поднимать. Что, выше поднимается? Вон, еще выше можно. Вообще, блин, около стола где-то поставил. Я представляю, вот здесь у меня стоит, тут я что-то готовлю, Вот эти пусечки. Очень классно. Захотел, опустил ниже. Очень легко все это происходит, опускается, поднимается. Вот эта прям штука мне очень понравилась. Я прям ей пользуюсь уже. Ну, понятно, у нас столько всяких штучек, игрушечек, финтифлюшечек, что-то возможно из-за этого реально, что-то мы не успеем попользоваться, либо не попользуемся вовсе, либо не пригодится. Ну, такое бывает. Но вот эта штука мне очень понравилась. Хотя, что у нас тут не полезного? Средства для мытья полезные, игрушечка, что не полезные? Это куда хочешь прицепить. Мишка, просто мишка, классный, тоже надо будет его включить, с какими-то звездочками, проекциями. Ну и что? По-моему, у нас все суперполезное. У меня всегда все суперважное, полезное, нужное. Так что не знаю, как по-другому. Вот и Вива пришла. Вот и Вива. Вива в шоке. Она не понимает. Что-то детское все прибывает, прибывает. Вив, выкинь коробки, Вив. Вот, осталось мне вот эти все коробочки погрузить в вот эти коробки. От нашей, получается, вот этой кроватки Next to me Magic у нас в белом цвете. А вот эта люлька-колыбелька, или как ее правильно назвать, она у нас вот такая. Babyhawk 4 in 1 Air. Короче, улетная штука. Вот это прям рекомендую. Кстати, мне подписчики посоветовали вот такую штуку. Дело в том, что я просто хотела колыбельку, ну, такую, знаете, есть красивые такие, как это сказать, плетеные, такие деревянные. Я хотела такую. Думаю, ну, красиво. Потом я понимаю, что она даже без колесиков. То есть, она просто, да, она качается, она маленькая. Ну, типа, прикольно. Я думаю, ну, да, красиво, милая, милая для фоточек. Ну, куда она? У нас уже столько милоты для фоточек, а подписчики мне скидывают то, что лучше вот такую от Chica. Потому что она намного функциональнее, она на колесиках. Да, может быть, она не плетеная, но она тоже очень симпатичная в таком классном стиле. Я считаю, что нам подходит под интерьер вообще абсолютно. Белая, серая, коричневая, бежевая. Ну, то есть, мне кажется, это вообще наш вариант. Короче, я в восторге от этой штуки. Всем рекомендую. Покажу вам лучшие цветы, которые мне Слава подарил. Так что сейчас мы вот это все запихаем. Смотрите, что я установила. Сама установила? А что там устанавливать? Так мило. Только вот этот штатив для мобиля, он немножко нам не подходит к кроватке, потому что приходится жертвовать каким-то сантиметром, два. Выглядит круто. Выглядит очень мило. Ну, и немножко он не... На кроватку поменьше, наверное, рассчитан, потому что, видите, не отцентровано, чуть подальше, как будто надо. Он сейчас соплю пущу. Так красиво. Ложись, солнышко. Вот так это будет видеть ребенок, да? Получается, ребенок будет лежать вот так, например, смотреть. Все равно на жопке смотреть. Ну что, проснулась? Кушать пойдем? Привет, зайка. Ну как ты? Мы твои мама и папа. Ой, смотрю, пописала. Давай поменяем подгузники. Иди ко мне, иди к папочке. Вот так. Давай, сейчас поменяем подгузнички. Я на соброждение делаю. Музыкально. Не, ну если подальше сделать, можно, конечно, и так. Ой, зай, я тут столько всякой-всячиной открывала. Все, выключили. Его можно, кстати, вот эту штучку классную, можно, чтобы она просто крутилась без музыки, можно, чтобы она не крутилась, а была музыка. Ну прикольно, очень мило. Так, ребят, пока я не снимала, сейчас уже довольно-таки поздно, 0.40. оставляйте. Во-первых, я вспомнила и нашла в шкафу еще две классные штучки от Чика, которые мы откроем. Вот, во-вторых, я тут навела, ну, непорядок, наоборот, как раз таки у меня тут был жуткий беспорядок, что я тут все коробки, в общем, все, что у нас здесь было в шкафу, я все освободила. Ну, как сказать, все освободила, все вот эти контейнеры, коробки, все это повыкидывала, поочищала. Здесь осталось только то, что вот здесь так вот, как бы стояло. Здесь всякие какие-то, в мною заказание, какие-то штучки для кормления прятать ребенка, бин-конг. Что это? Тоже что-то прятать ребеночка, пока кормишь. А, это тогда что? А, и типа слинг. Короче, я тут всякого поназаказывала в какой-то раз на Валберис. Тут у нас две вот эти коробки, они полностью забиты другим мусором, другими коробками, просто вот прям под этот. Хотя мы вверх. И тут то же самое. И вы, наверное, думаете, куда же, Юля, ты все это сложила, все эти вещи, все эти, все, что у тебя там было. Я это все в этот шкаф запихала. Мало того, я даже вещи повесила. Они, конечно, не стиранные, но мне просто захотелось посмотреть, как это выглядит. Я уже заказала себе, точнее, ребенку, вот таких вот кучу, кое-каких вот таких, еще специальных для штанов. Слава мне сделает попозже еще одно крепление, типа такого же. Вот, у меня будет в два ряда все висеть. Такой вот у меня план. Все тут развесила, хотелось мне уже смотреть на это. Повесила я только вот такие всякие какие-то наряды, платья, свитерочки. Вот еще какой есть, миленький. Вот, то есть, такие более объемные какие-то вещички я повесила. А так, все остальное, что не объемные, а какие-то одеяла, бодики, не знаю, что еще там. Шапочки, вот здесь вот у меня, например, все маленькое лежит. Шапочки, носочки, бантики на голову, вот здесь еще одежда, всякие бодики, штанишки. Сюда я сложила все пледики, которые у нас есть именно вот для ребенка. Вот эти два одинаковых, только один с овечками, другой с кроликами, зайчиками. Вот так вот нам подарили. Это вообще плед-конверт. Этот от Натура Пура, который классный, сворачивается и в конверт, и в подушку. Короче, вот такая вот красота у нас тут получилась. Конечно, это все надо перестирать, но мне просто хотелось это сложить красиво и посмотреть, как это все выглядит. Сюда я положила пока что, ну, не знаю, потом, наверное, другое место куда-то положим. Вот этот вот, ну, как его, ну, не слинг, ну, короче, который на себя надеваешь, и ребенку, да, здесь у меня стоят всякие мелочи. Там бутылочки, игрушечки, какие-то такие финтифлюшечки, сосочки, держалочки для сосочек. Ну, короче, такая всякая мелочь. Вот такая вот тут у меня игрушечка, тут носочки, потом их тоже уберу. Здесь какие-то тоже, то, что стирать просто не стала из упаковки доставать. Такая вот подушечка у нас есть. Здесь тоже какой-то костюмчик. Ну, короче, в любом случае, все, что вот эта вся одежда, это все и так надо стирать, понятное дело, и то, что красиво я повесила, но мне просто хотелось посмотреть, как это выглядит. А так на днях я это начну уже все стирать, перестирывать. Вот здесь у меня будут стоять всякие мыльно-рыльные, собственно говоря. А я вам сейчас сделаю обзор на то, что мы купили со Славой в магазине. И также покажу вот эти две коробочки от Чико. Ну, вот это вы видели, наверное, в прошлом влоге, по-моему, я показывала. Да, я, по-моему, показывала. Просто матрасик вот такой вот купили для фирменального столика. Я думаю, что, может быть, есть и лучше, но этот матрасик хороший, обычный, нормальный матрас. На него сейчас вам буду показывать эти простынки. Простынки тоже мы купили на него разные. Сейчас покажу. Недопоказывала. Я просто очень хочу избавиться от всех этих коробок. Хотя мне кажется, что, наверное, правильнее держать такие вещи в коробке. Ну, с другой стороны, не знаю, мне вот в контейнерах приятнее такие вещи хранить, потому что вот эти коробки я их терпеть не могу. Хотя, с другой стороны, малышка наша в это не играется, в какой-то момент вырастет и можно было бы продать вместе с коробкой. Например. Либо подарить. Просто, мне кажется, такие вещи уже дать до второго ребенка, когда он там будет. Ну, странно. Сейчас покажу. Это коврики всякие игровые. Просто вот, например, коляски, кроватки, какие-то такие более габаритные вещи. Ну, какие-то, какая-то одежда тоже. Ну, вот такие вот штучки, ну, не знаю. С другой стороны. Конечно, деталек много. Без коробки нехорошо, наверное, будет. Это такой игровой коврик. Я думаю, наверное, может, месяцев с трео. А, ну, написано с нуля. Конечно, это надо как-то на полу, наверное, раскрывать. Показываю. Такой вот матрасик, получается, на пол кладется. Тут суперконструкция собирается. С какими-то облачками эта подушечка. Ой, как прикольно. Блин, ну мы это не соберем сейчас. Просто это странно. Соберем, а куда девать-то? Наверное, придется оставить это в коробке до лучших времен. И это дело не в том, что это долго, просто куда это девать сейчас? Вот такой коврик игровой. Здесь тоже у нас есть музыка, разные режимы. Специально заказала розовую, чтобы вы не писали, что у нас все бежевое. Вот, как раз для девочки розовая, такая яркая, классная. Что тут, какой-то мобиль есть. Ну, прикольно. Мне кажется, очень милая штучка. Может быть, отличным вариантом как подарок, например. Надо придумать, куда это убрать. Ну, можно в этот шкаф, кстати, пока поставить. Так, а здесь у нас, здесь у нас коврик. Вот это уже можно, мне кажется, раскрыть. Вот такой вот коврик. Ну, в смысле, вот это, мне кажется, там просто коврик и все, без всякого. У нас получается и такой коврик, и сякой коврик. Ну, один мы можем на дачу спокойно забрать, например. Ну, какой-то немаленький, широкий, говорит. Ну, да, тут просто коврик. Это уже можно, мне кажется, ну, видите, какой он большой, нифига себе. Тут есть какие-то такие дырочки, я думаю, на них можно игрушки дополнительно прицеплять. Что-то нарисовано, что-нибудь? Или для чего они эти? Или для чего, интересно, как они? чего-то я не вижу. Цифры какие-то, буквы, зверьки. Ну, что, классный. Мне кажется, улет вообще. Ну, посмотрим, как он связывается. Он очень удобный, кстати, для того, чтобы его куда-нибудь увезти, потому что вот так вот его внутрь сворачиваешь, и здесь есть две вот эти штуки, связываешь, и все. Не, ну, правильно, а чего? Правильно придумали. Все. Вот так вот мы связали, и он нам не мешает. Так что, вот такой вот классненький коврик 135 на 90 от бренда Чика. Вообще, столько у них всего, конечно, закачаться можно. Я сейчас сидела на Валберес, потому что у меня нет на матрасника, на этот матрас 140 на 70, нету этих простынок. Заказал три простыни на матрасник. Заказал на матрасник нам, на кровать в Москву, на дачу, потому что, ну, ребенок, понятное дело, будет с нами лежать в кровати, и чтобы не было протечки, лучше заказать на матрасник, чтобы он был, да, моя рыбонька, ягодка моя. Я тут сегодня напылила, я тут сегодня напылила, но я тут протирала уже. Итак, мы со Славой сходили в магазин, и мы туда зашли и оставили там 40 с чем-то тысяч. У меня опять садится камера, так что иду за новым аккумулятором. Начнем, в общем, просто по порядку, что вижу, то и показываю. Пеленка на резинке 76 на 58, 1290 рублей. Здесь у нас как раз получается вот эта вот пеленочка, ну, я так поняла, простыночка, типа, на перенальный матрасик. Мы взяли вот такой вот один, там просто небольшой выбор был из того, что в наличии есть. Взяли вот такой, он, кстати, наверное, и на коконы какие-то, подожди. Ну, я думаю, она на самом деле может и не для этого. Может мне просто так сказали, что для этого. Хотя, может и для этого, хрен знает, потому что не знаю. В любом случае, как вариант, вот такой. Сюда кладешь ребенка, только мне не нравится то, что оно вот так натянуто. Ну, то есть, мне кажется, это так не должно быть, и меня просто надюрили, в мой взгляд. Просто оно на весу. Ну, может это и пофиг, с другой стороны. Главное же ребенку не прикасаться. Но, странно все равно. Странно это выглядит. В магазине, кстати, тоже пробовали. Но, там, в магазине на этом матрасике была пленка. Я подумала, может еще за счет этого. Хотя, с другой стороны, понятно, на резинке он будет так. То есть, он, видите, не надо поднажать. Ну, может это и ерунда. С другой стороны, господи, что, может мы вообще особо пользоваться не будем. Поэтому, мы взяли только один. Хотя, у нас пеленальный столик еще есть на даче. Но, мне кажется, на даче мы же прям жить-жить вот так вот не будем. Долго-долго. Там еще можно и на кровати ребенка попеленать. Ну, хотя посмотрим. Если будет очень полезно, то, конечно, возьмем еще. Ну, короче, вот такая вот простыночка. Просто вот она, белая и все. Точно такая же простыночка. Вот, потому что я так красиво сейчас не сложила. Взяли москитную сеточку также, потому что у нас нету, ну, там, для коляски, например. Вот, она обычная черная. Нам в магазине ее показывали уже в раскрытом таком состоянии. Я думаю, что это надо уже примерять на коляску. У нас просто одна коляска как раз черная. Ну, просто она такая москитная, видите, на резинке. Натянул и пошел. Вот. Как надо там. Нацепил вот так на коляску. Классная штучка. Думаю, даже можно было взять две, не знаю, чтобы не таскать с собой. Ну, хотя, мне кажется, такие вещи всегда вот в какую-то сумку дорожную, не знаю, запихала, все. Вот, так что москитная сеточка. Вещь нужная, тем более, что мне летом рожает, сами понимаете. Отрезаем вот эти все штуки. Стоила она 1650 рублей. Ну, короче, знатно потратились. Вроде всякая мелочушка, но нормально так вышло. Дальше я взяла себе вот такой вот лифчик бюстгальтер от бренда Медела в размере M. Кстати, я удивилась, почему M, потому что у меня другой L тоже от этого бренда. Странно, интересное, интересное, конечно, дело. В общем, в магазине я мерила два лифчика. Мне показалось, короче, они мне вот сейчас прям идеально. И есть еще запас. Я не знаю, до каких размеров вырастает грудь, когда туда приливает молоко. Я думаю, до хрена сильно больше станет. Но, в общем, взяла два. Не знаю. Они тут еще шире делаются. Мне всегда было интересно, как эта система работает, как это все раскрывается. Оказалось, ну, я видела, что тут защелка. Ну, короче, вот так вот хоп, и один освободил. И в рот сразу у ребенка. Ну, короче, довольно-таки, мне кажется, удобно, прикольно. Причем я их мерила. Они выглядят, знаете, ну, на груди, не как какие-то там некрасивые лифчики. Выглядит довольно-таки красиво. Ну, по крайней мере, вот эти вот от Миделла, от этого бренда, точно, ну, прям классные. Я еще какой-то там мерила от другого бренда. Он был подешевле, и там были как будто какие-то подкладки, но их типа можно достать, понятное дело. Вот. Тоже был неплохой, но я решила, не буду я прям сильно много брать, потому что, кто знает, может мне придется брать на размер больше. Есть еще вот такой тоже от Миделла бюстгальтер. Он другой, другой формы. То есть черный у меня, черный у меня вот такой, а белый вот такой. Видите, в чем их разница. Короче, они разные. Разные по формам, разные по своим каким-то историям. И здесь есть вот такие дырки для вкладышей, для груди. Вот. Тут, в принципе, такая же система, так же все открывается. Вот. Только единственное, что остается открытая прям сиська. То есть тут, короче, вот это все не открывается, как на том. Это такие покупочки для мамы, скажем так. А то все для ребенка, да для ребенка. Меня этот вопрос, кстати, безумно волновал по поводу лифчика для кормления. Я думаю, господи, как я могу его подобрать, если у меня еще нету, по сути, молока в груди, вот в таком количестве, да, в котором, ну вообще, нету его. Так-то. Я думаю, как я могу подобрать себе бюстгальтер, если я не знаю, до каких размеров у меня собирается вырасти грудь. Также при болезненных сосках, сухой коже, ну это если трещина, я не знаю, не трещина, в общем, взяла одну вот такую штучку, это ланолиновый крем Курилан от Меделла. Я не один раз видела, что рекомендую тут такую штуку. Не знаю, пригодится, нет. Можно посмотреть, как это выглядит. Мне сказали, что это тюбик, я так поняла, он как помада, наверное. Не знаю. А, ну вот, просто как такой, типа, кремчик. Его тут немного, вот. Ну, не знаю, опять же таки, нет смысла сильно заранее таких вещей много набирать. Я взяла просто, что было, потому что мало ли что. Не помню, сколько, сколько оно стоит тут есть. Цены тут, по-моему, нет. Для груди еще взяла вот такие салфетки. Мне посоветовали в магазине. Не знаю, хорошие нет. от Чика. Глянь, от Чика. Посоветовали, сказали, типа, классно, пусть будет. Ну, это такое, знаете, может быть, ночью покормил. Хотя, я думаю, что, типа, что уж встать, там, помыть грудь, еще что-то можно. Ну, не знаю, я взяла две упаковки салфеток. Напишите тоже в комментариях, насколько это все дело пригождается. Ну, мне кажется, пригодится уж. Вот так вот сидишь, захотела, ну, срочно, или в машине, в дороге. А как ты в машине, например, пойдешь себе сиську помоешь, там, чтобы ребенку засунуть. Да и ты закачаешься, мне так кажется, постоянно мыть. Поэтому мне кажется, что все-таки салфетки, ну, это такой, важный салфетки вариант, очень-таки неплохой, да и почему бы и нет. Что будет-то? Дальше, еще вот такие салфетки уже для ребенка. Не стала много брать, потому что, я считаю, что было бы неплохо ребенка каждый раз купать. Но тут, опять же-таки, бабка на двое сказала, ситуации разные бывают. Опять же-таки, в машине едешь, еще что-то где-то, там, не дома, не везде, можно пойти там вовремя подмыть жопы. Поэтому вот такие вот салфеточки дали, я в них пока не разбираюсь, но дали вот такие, сказали, хорошие. Они вот с такой защелкой, чтобы не высыхали быстро. Взяла одну, потому что, думаю, не знаю, как часто будем пользоваться, вообще понадобится. Ну, может и понадобится, ну, не знаю, как часто, чтобы прям много закупать. Ну, просто взяла, чтобы было. Знаете, уже такое хочется и по вот таким мелочам тоже закупаться, чтобы уже, скажем так, приехать из роддома на все готовенькое, вообще ни о чем не думать, не париться. Хотя, конечно, все это можно за секунду пойти купить, наверное, там, в любой магазин. Ну, зачем вот этими заморочками заниматься? Вот от этого бренда посоветовали в магазине конкретно взять какой-то гель для стирки. Как он тут правильно называется? Натуральное жидкое средство для стирки детского белья для ручной и машины стирки. Хватает на 33 стирки. Ну, написано, не знаю. Вот. Попробуем. Тут какой-то гель. Вон. Хоть у нас и есть от Чика, но я подумала о том, что можно взять разных. В любом случае, это то, что, блин, тратится очень быстро и я думаю, что как раз сейчас, ну, может, не все, но много мне, конечно, стирать. Может, не 33 стирки, но стирать-то мне много и когда родится малышка, тоже потом будем много часто стирать. Ясен хрен. Так, это значит у нас, что еще такого посоветовали? Детская, мягкая, рисовая присыпка, деликатная абсорбация, рисовый, кукурузный крахмал, гель алоэ вера, масло макадамии и оливы. Тоже от этого же бренда. Вот такая вот присыпочка, сказали, хорошая. Не знаю, девчонки, напишите. Вот, я пока не знаю всех этих деталей, тонкостей, но пробовать-то надо. Не будем же мы на месте стоять. Вот так вот. Такая вот штукенция. Так что будем жопом присыпать. Я это, наверное, оставлю в коробке, потому что там всякие штуки-дрюки написаны. Пусть будет. Также у нас от этого брендика концентрированный, мягкий кондиционер для белья. Вот. Ну, то есть, понятно, гель, типа, для стирки и также кондиционер, чтобы вещички были такие свежие, классные. Тут у нас, значит, какой-то классный гель-шампунь, увлажняющий средство для купания, два в одном. Hair and Body. Это какая-то пенка, насколько я помню. Нанести небольшое количество пены в ладони, затем на кожу и волосы малыша. После купания тщательно смойте водой. Вот. Вот от этого бренда и то же самое, да, и от этого же бренда увлажняющий лосьон. То есть, вот такой пенка, типа, шампунь для душа, там, для головы и лосьон. Ну, в магазине девушка-консультант посоветовала, прямо говорит, класс. Не знаю, напишите в комментариях, кто пользовался, кто пробовал, как вам, какие вообще мисли, какие у вас ощущения. Также она посоветовала вот такой вот судокрем. Крем под подгузник, защищает, успокаивает нежную кожу. Почему-то посоветовали вот такой, сказали классный. Меня немножко смутила упаковка, но с другой стороны, в какой-то степени она выглядит довольно-таки такой аптечной. Я думаю, ну, ладно, попробуем. Еще у вас спрошу, что думаете. Еще в магазине сказали, что она хорошо подходит не только там для ребенка, на свои какие-то таможенные порезы, не порезы. Че он? Успокаивает покрасневшую чувствительную кожу. Ну, то есть, грубо говоря, по сути, им можем пользоваться и взрослые, и дети. Такая вот, как знаете, в детстве там у нас был какой-то спасатель, какое-то раздражение, там порез, диатез. Везде мажешься этот спасатель, грубо говоря, крем. Вот. Ну, мне кажется, это что-то из этой же серии, но может быть, есть что-то прям лучше-лучше. Короче, обязательно напишите в комментариях, буду обязательно все это читать, потому что я мамочка у вас первый раз, еще не опытная. Следующее это молокоотсет. Вот такой вот. Взяла такой же, как у Карины, и мне в комментариях тоже советовали именно взять вот этот, хотя я знаю, что есть еще от Миделла, вот как раз-таки, откуда у меня там белье. Тоже. Мы смотрели два, поэтому хотела такие вещи в магазине приобретать, потому что, ну, как-то, не знаю, понятней что ли. Короче, все нам показали, рассказали. Мне показалось, что хорошая вещь, я думаю, что это один из лучших, наверное, молокоотсосов, поэтому не стала, собственно говоря, знаете, дурочку себя строить, типа, покажите еще, расскажите еще. Отзывы читала, прежде чем купить. Плюс у Карины такой, и у подписчиц тоже такой. Думаю, что реально, это самое, голову ломать, можно, собственно говоря, взять. Что у нас тут интересного идет? Есть еще у них такие на две груди, но мне показалось, на две груди, наверное, too much, потому что все-таки ребенок из одной груди будет пить, другую можно сцедить и чередовать, не знаю. В комплекте идет вот такая трубка, короче, вот как это все дело выглядит. Вживую, выглядит тоже очень мило, классно, вот такая вот розовая штучка, сам вот этот вот аккумулятор. Тут, получается, сразу с присоской вот так вот присасывает он тебе, хоп, тут, видимо, трубка какая-то идет, и он сразу в эту бутылочку собирает. Довольно-таки удобно. Потом берешь эту бутылочку с молоком, либо без молока просто ее там моешь, не знаю, молоко, грубо говоря, в пакетик там перелил специальный, заморозил, в холодильник положил, не знаю. И потом, грубо говоря, хопа, вот такая вот, и можно еще заказать бутылочки побольше. Вот, просто в комплекте идет маленькая. Ну, классно, мне нравится. Мне кажется, все очень улетно, классно, понятно, минималистично, и я не думаю, что что-то там еще надо, прям на две груди ходишь такой, как этот самый. Ну, я не знаю, посмотрим, но у меня пока кажется, наверное, и не надо. Не знаю, убирать в коробку нет, наверное, положу, пока это все делаю в коробку. Не стала много брать, во-первых, у меня тоже есть уже какие-то дома, я ими сейчас не пользуюсь, потому что они, ну, слишком too much, скажем так, для молозива. Это все-таки уже, когда у тебя дофига молока, тогда, мне кажется, это актуально. Сейчас, мне кажется, не надо. Не стала брать больше, потому что подумала, что, ну, потом уже докупим, и я думаю, что просто посмотрю, как быстро они кончаются и уже тогда закажу, если что, сразу там, не знаю, две упаковки, три, ну, если понадобится. Просто, чтобы всегда все было дома, вы знаете, я у вас запасливая. Так, ну, конечно же, я очень хотела и считала, что, ну, нужно взять, потому что видела у многих, что вещица полезная. Это матрас кокон для новорожденных зевушка, вот такой вот. Мне кажется, что эта штукенция должна быть полезной. Как мило. Короче, кокон, как кокон, он и вахтуки кокон. Вот такой вот, какой-то правильный, анатомический, тут какие-то есть подножки, видимо. Да, тут такая, как будто мягкая труба, вот здесь вот. И, видимо, здесь ножки лежат. Интересно. Вот такая вот интересность для того, чтобы малыша закрепить. Не пойму, как это сделано. Так, это нахрен. Не, мне кажется, прикольно. Прицепила ребенка и пошел. Не пойму, почему он такой вот интересный. Зачем тут вот такая захлепочка. Я смотрела на этот кокон на всех разных сайтах, думала, брать, не брать. Потом подумала, почему нет, надо брать. Видела аналоги, дешевле есть. Вот этот, по-моему, 6 с чем-то тысяч стоит. Есть дешевле, конечно. Вот, но мне кажется, если говорить о каких-то матрасах для ребенка, обувь должна быть очень хорошей, потому что идет развитие там косточек, скелета малыша. Ну, то есть каких-то таких, знаете, то есть мне кажется, что есть такие моменты, на которых лучше не экономить. Я не знаю, может, там тоже хорошие коконы другие, но вот этот, он самый такой популярный, на него там сертификаты, не сертификаты, там научно доказано. Ну, короче, думаю, блин, ну что, ладно, кокон, пусть будет. Я так поняла, что вот это один, одна наволочка тоже снимается, меняется. То есть мне в магазине сказали, что их тут уже две, то есть одна идет сразу на коконе, такая более плотная, другая идет в подарок из другого какого-то качества, материала. Вот такой вот, посмотрите, видите, тоже на резиночке, какой миленький. Интересно, они везде одинаковые идут? Вот такой вот со слониками. Не знаю, видно вам? Такой вот милый со слониками. И еще тут какая-то вот эта вот подушечка. Не знаю. Тут какая-то открыточка, ух ты, как интересно. Поздравляю с рождением малыша. Имя, вес, рост, место рождения, дата и время рождения, первое слово, первый зуб, имя врача. Тут видите, какую они интересность, открыточку такую кладут. Есть, кстати, на маркетплейсах, можете погуглить, типа книжка, первый альбом ребенка, там даже есть не просто, у меня, кстати, тоже есть, только вот вопрос где. Все, хотела вам показать, но я его заказала, когда еще вы не знали о том, что я беременна. И, короче, было как бы не до того, чтобы вам такие вещи показывать. Только теперь вот я не знаю, куда я это все делаю. Дело. Ладно, потом найду. Короче, тут просто какая-то информация, куда класть, куда не класть, как можно, как нельзя. Ложите ребенку матрас на спинку, при этом голова ребенка должна лежать на узкой части и быть на 5 сантиметров ниже края изделия. Логотип ножек, где-то тут ножки логотип есть, располагается на широкой части колыбели в ногах у ребенка. А, вот внизу ножки, вот здесь внизу, ну где, короче, ноги, там нарисованы ноги. Так, широкая часть головы в ногах у ребенка, расположить валик, ограничитель под коленями малыша, это исключить сползание ребенка вниз, ножки ребенка должны смотреть немного вверх. Так, валик во вложении, подарок меньше диаметра, предназначен для малышей весом до 4 килограмм, при весе более 4 килограмм рекомендуем валик большого диаметра. Ну, большой, это который уже лежит в самом этому коконе, а маленький, это который нам вот подарили вместе с вот такой штукенцией. Так, закончив регулировку, наденьте на колыбель чехол и уложите ребенка. А, ну сначала мы должны все отрегулировать. Надели чехол. Ага, а что там вообще с той стороны? А-а-а, то есть вот это вот и есть чехол, понятно. Так, ребенок растет достаточно быстро, поэтому время от времени корректируйте положение валика, сдвигая его вниз. При этом глава ребенка должна всегда располагаться вблизи верхней части кокона. Ага, используйте пояс правильно. Так, матрас у девушка прилагается специальный пояс, он фиксирует положение ребенка, не сковывает движений. Расположите пояс вокруг изделия так, чтобы короткая часть оказалась открытой в вашу сторону. Ага, как интересно узнает. Вот тут он, оказывается, открывается. То есть вот так. Хоп, ай, это тогда нахрена? Зачем мне вот этот вот дырка? Соедините длинные концы пояса липучками, уложите малыша и соедините липучки в короткие части, убедитесь, что пояс не сдали от ребенка в области живота и подмышек. Все равно не могу понять, вот с этим-то что делать. Просто они странные, они как будто ни на что не влияют. Вот, видите? просто не понимаю, потому что раскрываю я его сбоку, вот здесь. В любом случае, вещь классная, думаю, пригодится. В такой штуке его можно где угодно держать ребенка. И на кровати, на нашей, где мы спим, вот так вот положил, закрепил, все, не беспокоишься. И в этой кровати, и где его еще держат, так расскажите. Первый друг, первая стрижка, прикольный, милый подарок, открытка. Ну, не знаю, нужна она мне, нет, ну ладно, сохраню. Ну, и вот эту хрень тогда сохраню. Советы по использованию положу вот здесь в этот пакет. Сюда же положу вот эту штуку. Ее надо будет, ну, это все надо будет стирать. И руководство тоже сюда положу. И также мы докупили еще один из муслина, по-моему. Тоже чехол для кокона. Вот. Такой более летний вариант как раз таки. Да, муслиновый. То есть получается, что у нас тут два разных варианта уже есть. Один там, не знаю, из хлопка, из чего, другой из чего-то другого, более плотный или менее плотный, не знаю. В общем, один из чего-то, другой из чего-то. И, получается, купили третий, третий вид ткани. Точнее, вот такого вот чехла. Ну, просто, обычная, ну, как бы, наволочка. Потому что все равно же ее надо менять. Ребенок же сидит, испачкает, пописит там. Мало ли что. Срыгнет. Короче, все это я вот сюда пока вот так вот запихала, некрасиво, потому что потом надо будет все равно все снимать с этого кокона и все в спирку. А сейчас, пока я его закрою, он без вот этого тоже, чем он мне. Вот такая удобная переноска. Взял и пошел. Можно на дачу удобно возить. Обалденно, завтра столько мусора вынеси. Так, сейчас я это все в шкафчик сложу, пойду смывать макияж, спать, отдыхать, кайфовать. Причем время уже блин, двух второго. Но я хотела уже добиться, как я так все сделала. Доснять. Не знаю, куда лифчики, макияж тоже сюда положу пока. Их все равно тоже стирать надо. А это тоже для стирки. Это приспособление для коляски, москитная сетка. Это тоже то, что надо стирать. Можно вот сюда положить к тому, что надо стирать. Так, ну все, получается, чего. Ну, можно сюда и кокон положить, конечно. Но это я вам показывала. В принципе, это тоже можно убрать. Зачем оно мне? Кокон некуда убирать. Но в чехле ничего с ним не будет. Можно его наверх положить, чтобы не бесило. Обожаю эту комнату. Я вам сказала. Зачем я смотрела на время на телефоне, когда у нас есть вот такая классная станция. Это наша новенькая. Я вам, по-моему, ее показывала. Хотя, может, и не показывала. Короче, у нас еще тут датчик есть. Вот он. В сторис я показывала. Это датчик температуры и влажности. У нас как раз здесь в детской будет. Но пока временно здесь лежит. Ну, думаю, потом куда-нибудь на шкаф может поставим. Ну, чтобы это. Вот. Он будет нам говорить, какая температура. Можно спросить. Алиса, какая температура в детской? Температура 24 градуса Цельсия. Алиса, какая влажность в детской? Влажность 82%. Вот так. Классная штука. Короче, будем еще устанавливать разные датчики. Хотим на дачу тоже такое сделать. Ну, в общем, я в сторис рассказывала, кто следит за мной. Вот. Пока вот так вот это кресло сюда поставила. Ну, сделала его креслом. Что? Что? Так вот выглядит эта комната. Я ее просто обожаю. Она супер милая, уютная. Такая, какой я всегда хотела комнату. Мечтала о такой комнате. Я мечтала о такой белой, уютной, милой, классной комнате. Еще и о ребенке. Так что все мои мечты сбываются. Ура! Я рада. Это, конечно, безумно милая штука, но я ее, скорее всего, тоже уберу в контейнер. Ну, куда-нибудь, чтобы она не пылилась. Вот. Хорошо, что она убирается очень легко. Прикольный все равно вот этот штатив, но он для кроватки поменьше, конечно. И как будто бы, хотя не знаю, но как будто бы надо и это пониже. В общем, не знаю. С другой стороны, я ее могу на середину воткнуть, а не туда, но я подумала, что, наверное, зачем мне ее на середину. Ну, короче, пока так. В шоке, как это мило выглядит, конечно. С ума схожу. Матрасик пока не распакован, хотя, с другой стороны, можно было бы его распаковать, но зачем. Пусть лежит уж в пленке в этой. Это, кстати, матрасик Happy Baby 140 на 70, но вот эта кроватка у нас нет. Happy Baby, вы знаете, но мы как бы заказали, он идеально подходит. Тут моя макияжная. Вот этот стул сюда привезла. Дела за рабочим столом. Понятно, что, скорее всего, я его потом верну, хотя мне и на том кресле довольно-таки удобно сидеть. Хотя оно ниже, но из-за того, что у меня живот, мне на нем удобнее сидеть. Здесь у нас стоит коляска, которую мы повезем на дачу и, конечно же, будет на нее обзор. Обязательно. Вот. Ну и лишний стул, который на кухне нам не нужен. У нас там три, а у нас вообще двое. Мы всегда сидим на двух. Так что вот так вот это все выглядит. Здесь у меня свет. Хопа! Сидишь себе, красишься. Тут окошко открыто, дышать есть чем. Захотел, естественно, свет повернулся в окно, открыл себе побольше. Ну, короче, красота. Я здесь расставила фотографии, которые у меня стояли. Причем думали, кстати, вот этот столик для макияжа, он из Икеи. Кто-то спрашивал, столик из Икеи, но к нему ушло другое зеркало. Слава мне когда-то подарил вот это зеркало макияжное, гримерное, специальное. Мы думали этот столик увезти на дачу с этим зеркалом, потому что сначала думали, типа, зачем мне, ну, не то, чтобы зачем мне здесь столик, а просто подумали, что лучше заказать вот такое зеркало, только вот это зеркало по-хорошему нужно прибивать к стене, я уже вам рассказывала. Но мы не хотим прибивать к стене, потому что, видите, как жизнь меняется. То я в одной комнате сижу за этим столиком, то в другой. То есть это сначала стояло в спальне, потом в гостиной, там вот большая комната, где я сидела, работала. Сейчас там Слава работает, потом это стояло здесь, вон там вот, где комодик. Потом в итоге сюда переехала. Поэтому прибивать это зеркало, ну, точно, ну, как бы не вариант, видите, сколько уже мест жительства поменяла это зеркало. И мы думали заказать что-то такое же, только на подставке, то есть чтобы его можно было не прибивать. Почему? Потому что мы отсюда увезли мою золотую кнопку, которая всегда вот здесь стояла. И как хорошо без нее вообще. Вот чего я на нее, чудной, какой черт она у меня тут вообще стояла. Да, это моя награда, заслуга, еще что-то, но когда к нам бывало такое, что приходили домой чужие люди, которые вообще не в курсе, кто я, чо я, и вдруг видели эту золотую кнопку, сразу была куча вопросов, то чо можно посмотреть. Ну, тоже такое, знаете, очень странная херня, если честно. Я просто к тому, что без нее стала намного просторней, свободней. И мы думали, что на то место, где стояла золотая кнопка, поставить как раз таки зеркало. И мы уже было собрались вот этот столик в машину, блин, спускать и везти на дачу. А потом я в Славе говорю, типа, слышь, а на кой хер она у меня на даче, типа, приехать на 3 дня, на 4 дня. Ну, окей, даже если мы туда приедем на подольше, мне вот целый такой агрегат там не нужен. Я же там не живу постоянно. Ну, то есть, у меня косметики, которые я пользуюсь, мне хватает там в сумочку маленькую косметичку. Ну, не маленькую, нормальную у меня косметичку в итоге получается. Но у меня там просто все-все-все, на всякий случай. И расческу я туда запихиваю, и резинки, все. То есть, мне по сути, ничего не надо. Естественный свет на даче есть. Если свет посильнее, у меня там тоже есть свет посильнее, вот такое вот сделать. Ну, то есть, мы подумали, короче, нахер это вообще фигнёй заниматься. В итоге поставили сюда, здесь отлично стоит. Не знаю, тут ещё коляска поместится в будущем, сзади поставить. Ну, то есть, как бы, как по мне, всё супер. сработалось, срослось, так что вообще не вижу никаких причин для чего-то там. Идеально всё получилось, мне нравится. Так что, вот такие вот беременные у меня дела. Всё, я пошла смывать макияж, отдыхать, пить чаёчек. Сяду за монтаж предыдущего влога, хочется его помонтировать, потому что там мы ездили в роддом. Конечно, я в роддоме ничего не снимала, и хотя он правильно называете, клинический госпиталь МД Групп, но мне проще называть роддом, потому что я там планирую рожать. На этом балконе у нас стоит коляска Juice Day Plus, у Славы на балконе у нас стоит коляска с автолюлькой Cybex, ну короче, у нас такой пункт будет просто моднявый. По-моему, Слава сегодня ещё заказал шезлонг от Baby Burn, что мы тоже думали его взять в тот день, когда были в магазине, как раз-таки после роддома, но решили не брать, решили, что ещё посмотрим, подумаем, потому что мы выбирали между механической какой-то штукой типа шезлонга и какой-нибудь автоматической, типа 4 Moms, по-моему, называется такая автоматическая. Ну короче, мы решили, что, наверное, возьмём этот шезлонг мы решили брать, потому что он, во-первых, и на больше времени хватает, и мне показалось, что это прикольнее, чтобы ребёнок сам, ну как-то больше, знаете, старался что-то ручками, ножками делать, в том плане, что для какой-то развивашки даже, может быть, это будет прикольней, а так куча у нас, и так всяких гаджетов, там туда-сюда, люлик или белик, и я подумала, что хватит, перебор уже всяких этих штук, да и мало ли, может, кто-то захочет подарить, но мне кажется, уже это реально лишнее, настолько всего капец. Но я счастливая будущая мать, счастливая жена, счастливая дочь, счастливая сестра, счастливая будущая мать, счастливая хозяйка собачки, ну короче, я очень рада, и благодарна Богу, и вообще всему, что происходит в моей жизни, семье, друзьям, родным, подписчикам, всем благодарна за то, что происходит в моей жизни. И все вот эти вот, вроде мелочи, да, вы смотрите, думаете, господи, Юля, то есть все эти флюшки, шмотки, детские какие-то штучки, грючки, да, их у нас действительно много, я согласна с вами там на 100%, кто-то скажет, типа, дохрена гаджетов, столько не надо, вы этим не будете пользоваться, еще что-то, но мне самой нравится, я сама от этого получаю кайф, и, ну не будем пользоваться, ну подарим, продадим, не знаю, ставим там на следующего ребенка, может он захочет этим пользоваться, ну короче, не знаю, суть не в этом, суть в том, что просто я безумно счастлива, что у нас есть такие возможности, и рожать в, мне кажется, в одном из лучшем, если не лучшем роддоме Москвы, и с одним из самых крутых врачей, и у нас, ну просто, все просто, я безумно счастлива, и благодарна судьбе, за то, что все так складывается. Теперь мне самое главное, чтобы наша дочь родилась здоровой, чтобы все прошло хорошо, и, конечно же, мне абсолютно все равно, там, отекаю, я не отекаю, ну с точки зрения внешности, конечно, я бывает загоняюсь, так, чуть-чуть, типа хочется все равно выглядеть хорошо, но по факту, мне плевать, для меня не это важно, для меня, конечно, важно, ну, родить здорового ребенка, которого я жду, нашу дочку, и я понимаю прекрасно, что когда я рожу, потом я очень быстро все это сброшу, поэтому я по сути не загоняюсь. Все, мне кажется, вообще на этом можно закончить влог, потому что он получился длинный, да, здесь много разборов, но мне кажется, я вам классно я показала, ну, типа интересный влог, вот, надеюсь, что он вам понравился, если так, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, всех люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok